Привет, друзья! Мы с вами на Вацлавской площади. Памятник. Буквально через 12 часов в стране объявляется карантин. Въезжать-выезжать будет запрещено. Но выезжать, по-моему, можно, да, людей на Вацлавской площади. Я впервые за все разы, сколько раз был на Вацлавской площади, впервые вижу, что людей так мало. И сейчас мы походим, посмотрим, какие изменения произошли. Происходят медленно с Прагой, карантинские изменения. Я вообще согласен, я думаю, это правильно. Если есть возможность закрыть страну, ее нужно закрыть на какое-то время. И посмотрим на некоторые ограничения, которые происходят. Закрыты многие магазины, но сказали все, кто торгует медикаментами, продуктами, они будут работать, но с ограниченным. Да. Я обычно хожу часть Ков-9 после стрима с запивом. И теперь, когда я это ее узнал, я вскочил, побежал, успел. На полках все в порядке. То, что говорят, что мало продуктов, это все полная чушь. Стандартная ситуация. В магазинах все забито замороженными кнедликами, чтобы ты дома мог спокойно их кушать, разогревать. Но я сейчас покажу, какие произошли небольшие изменения в самом городе. Пойдемте погуляем, посмотрим их. Сначала до Киевси, я покажу, как они делают. Больше шести человек находятся в различных ресторанах, там аккуратно. В различных ресторанах, заведениях, в офисах нельзя. В офисах, кстати, свободный график ввели. Кто-то может работать, кто хочет, работает дома, кто хочет, работает в офисе. Смотрите, как сделали Киевси. И рестораны быстрого питания многие сделали так же. Они закрыли вход, это были двери. На ходу быстренько сделали вывески. И теперь торгуют просто через двери. Мне сотрудник помахал. Я не притворялся, правда. Также работают различные рестораны. Вот там народу больше. Вы можете задонать и денег. И при следующем репортаже я тоже прикуплю что-нибудь. Как будто богатый турист из штатов. И штатов. Ну, ладно, идемте в другие рестораны. В аптеках вход запрещен тоже больше, чем 6 человек. И там обычно очередь стоит возле входа. Но я не знаю, если мы встретим, аптеку под вынем. Но сами, несмотря на то, что народу в метро реально мало народу. На Варцлавской площади мало очень народу. Но те, кто есть, довольно веселые. Вы видели, ни одного человека нету в маске. Или просто, например, безостановочного, выливающего себе гель, обеззараживающий на руки. Что правильно? Гигиена – это очень важно. Обязательно узнавайте, как правильно заботиться. И предосторожности какие принимать из официальных источников. Вот такие меры предосторожности у кого-то против вируса. Но, надеемся, все будет понятно. Надеюсь, это поможет. Надо что-нибудь как-нибудь приодеться. Смотрите, ресторан торгует с лобков, а дверь сама закрыта. То есть туда никто не заходит вовнутрь. Пойдемте гулять дальше. Что-то здесь все бухие. Нет-нет, да и прилетит откуда-нибудь. Пойдемте лучше там, где поспокойнее. Магазины закрыты многие. Тут какие-то скидосные кроссы. Так что я без них остался. То, что вы видели, когда толпа мужиков бухая. Молодых мужиков толпа бухая. Кстати, туалет. Кабинка футуристичная такая. Я же не только про коронавирус, я и про хорошие вещи буду рассказывать. Когда вы видите толпу мужиков в Европе, в большинстве страны Европы, и один разодетый как принцесса, это обычно мальчишник. Ну, типа, ты прощаешься с этим... Ну, со свободой, короче. Нет, я думаю, где-то корни этого праздника, видимо, в Сатурнале, где люди разодевались, всячески творили разные непотребства. Но не будем в дебри уходить, не буду тут хвастать. Рестораны пустые все. Какие-то большие рестораны не торгуют через двери, а просто закрывают. Мы находимся в самом центре Вацлавской площади. Не так далеко, на самом деле. Но вот обычно здесь просто толпа людей. Тут не пройти, все фотографируются, все туристы. А сегодня теплый день, сегодня солнышко, теплый день, хорошо. Но вот из-за вируса никого абсолютно. Какие-то крохи людей. Маша мне сказала, я говорю, как показать, что людей мало? Наглядно, говорит, пробегись. Не знаю, что она имела в виду, правильно ли я понял, но я давайте это сделаем вот так. Смотрите, я бы так не смог сделать, когда при нормальном количестве людей. Ни в коем случае не хочу юморить на эту тему. Это обязательно читайте в официальных источниках о мерах предосторожности. Это я на полном всесерьезе говорю о мерах предосторожности, о том, как обезопасить себя своих близких, о том, как действовать, в каких симптомах. Я попробую какие-то официальные в описание вставить, как на всякий случай. Так что смотрите в описание, что найду, то обязательно там оставлю. Вот так вот. Добрый день. Добрый день, русские. А неплохое, кстати, неплохое приветствие для нашего канала. Добрый день, русские. Окей. Пойдемте еще где-нибудь увидим. Вот смотри, там Макдональдс, и там тоже продают из двери. Идемте к нему. Идемте, русские. Русские идут с Макдональдс. Аккуратно. Тоже ограничение, 6 человек, поэтому они торгуют из двери. Там внутри пусто. Как-то все происходит. Пойдем кайф. Загляни, не может. Здесь мы тоже покупать ничего не будем. В ближайшие дни будет стрим. Заходите на донате. Обязательно что-нибудь куплю. Неплохо, кстати, играет. Довольно-таки. Для улицы это редкость. Часто тут играют на инструментах, и совсем никак. Нью-Йоркер закрыт. Результат работает в таком же режиме. Вынесли столики. Обычно зимой-то они не стоят. Обычно все внутри. Но вот сейчас делают старт. Старт прям разливает. Стараются поддерживать, чтобы было все весело, включили громкую музыку. На самом деле прикольно. Мне, честно говоря, даже захотелось сюда сходить больше, потому что здесь ограничение как-то более движушно, более весело. Закрыли, кстати, детский магазин, из которого я небольшой обзорчик снял. Там несколько этажей гулять весело. Мы шли на следующий день. Позавчера мы сняли обзор, потом шли, и уже на следующий день магазин был закрыт. Кстати, закрыты магазины Кохинор. Мы хотели там купить холсты, потому что я хотел снимать, хотел снимать рисуем с бро, нарисовать голову Кавки. С ней он начает рисовать рисуем с бро. Кстати, скоро выгудет. Но холстов нет. Их приходится сейчас через интернет заказывать и ждать 3-4 дня. И это написано до карантина. Так что сейчас, может быть, и не... Потому что я еще звонил риэлтору, спрашивал, что говорю по поводу оплаты, когда лучше платить, потому что из банка, потому что у меня нет банка, придется просто с наличностью идти в банк. Он говорит, не парься, можно опаздывать. Сейчас из-за коронавируса, из-за эпидемии все отодвигаются, все сроки, и все нормально. Это чрезвычайное положение в стране. Страна будет закрыта на месяц. Месяц, целый месяц попасть. Нельзя будет в нее. Только выехать. И то, я не знаю, наверное, будет сложно. Вот, смотрите, впервые человека можно увидеть в маске. Нет. Да, просто вы сидите. Вот так вот. А вообще людей в масках очень мало. То есть, говорю, если бы я не читал новости и не слышал объявления в супермаркете, объявления в супермаркетах есть о коронавирусе, я бы даже об этом не знал, потому что настроение в городе так, как будто здесь такой не разгар туристического сезона. Люди ходят, смеются, пьют молочные коктейли из пакетов. Так что ничего такого напряженного не ощущается в городе. Недалеко от Вацлавской площади супермаркет решил по дороге зайти еще раз показать вам полки, о которых так много говорят в последнее время. Это Билла, распространенный супермаркет. Сейчас зайдем и посмотрим, как там с полками. Насколько народ растащил уже туалетную бумагу и все остальное, что смог унести. Как видите, с полками все в порядке. Хлеб, масло, какие-то яичные роллы. Блядь, я чуть не уронил. Это шоколадки. Пока меня не попросили уйти, быстренько давайте зайдем поглубже. Они просят уйти, я вам покажу. Мясной нам отдел. Я хочу полки с туалетной бумагой посмотреть, потому что говорят обычно, разбирают туалетную бумагу. Вот, смотрите, полки с туалетной бумагой набиты доверху. Вот, смотрите, вот, Билла, все есть. Короче, в общем, всего навалом, так что вбросом про то, что в Чехии, в Праге заканчивается туалетная бумага, консервы, рис, бухлишко, не верьте. Все в порядке. Маша вон стоит, выбирает себе воду из десятка наименований. Самую дешевую. Мы в центре, в Палладиуме, в торговом центре, в центре Праги. Все закрыто. Даже лалатки с едой закрыты. Фудкорт пустой, никого вообще нет. Смотрите, пустые. Как будто с этого, с круизного лайнера, с которого сошли все пассажиры. все стулья подняты. Идемте, пройдемся вслед за мной по довольно опустевшим улицам исторического центра Праги. Продолжение следует... Продолжение следует... На старой местской площади тоже довольно пусто. Сколько раз здесь был, такого никогда не видел, людей тут очень мало. Тут тоже можно побегать, но я уже израсходовал одну пробежку, так что больше не буду. В общем, вот такая вот ситуация в городе, которую я, конечно, полноценно узнать не могу без каких-то, но вот то, что я вижу, как обычный студент, приехавший учиться, как непродолжительное время, которое является жителем Праги, вот такую вот ситуацию я эту всю вижу с карантином. В ближайшее время, если будет о чем еще снять, обязательно сниму, поделюсь с вами, так что Насхледану, увидимся в ближайшее время. Смотрите ролики, ставьте лайки, пишите, что обо всем этом думаете в комментариях.